Девушки отдыхают 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 Но это важно для тебя, но ты не смотришь на меня, но ты не смотришь на меня, но ты не смотришь в Теравиве, когда мы смотрим на вашу общину, то есть большие дела через вас здесь, это ободряет нас в Теравиве. Сейчас я хочу поделиться насчет фаршат Байкаш. Фаршат Байкаш начинается в книге Быция 44 глава. И она заканчивается в 7 главе. И Байкаш продолжает историю жизни Иосифа. И что интересно, что история Иосифа занимает самое большое число глав Библии. И мы знаем, что в Торе нет ничего случайного. И для меня это знак, как Мидраж говорит, что вся жизнь наших отцов, наших праотцов, оно знамение для нас сегодня. Что мы можем много чего научиться из жизни Иосифа. И, конечно, сейчас в этот кратка времени я не могу затронуть все тонкости нашей недельной главы. Но я хочу затронуть одну очень важную, мне кажется, мысль из 45 главы. Но я хочу сказать, что это не было, что это не было. Но я хочу сказать, что это не было. Но я хочу сказать, что это не было. В 45 главе, с второго стиха. И поскольку 2. Давайте не послушал лучше. Не послушал лучше. Ты встретил стиха. И сказал Иосиф братьям своим, Я Иосиф, жив ли еще отец мой. Но братья его не могли отвечать ему, потому что они смутились перед ним. И сказал Иосиф братьям своим, Подойдите ко мне, они подошли. Он сказал, Я Иосиф брать ваш, которого вы продали в Египет. Но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни. Ибо теперь 2 года города на земле и еще 5 лет, в которые я рад ни жад ни буду. Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением. То, что мы видим здесь, Иосиф, которого братья обижали, они его не понимали, они его выкинули в яму. Мы рассчитываем, что Иосиф, в грабе архав, что взорвут его, и не понимают его, и зел зел зелу его. Вкинули его в яму, хотели убить его, а то, что они плодают его. Они взорвут его, и хотели убить его, послужить его. Сейчас он второй человек в Египте, и он может его отомстить. Он сейчас подъем в каждом Митцве, и он может его отомстить. Но он не делает это. Но он не делает это. Но он не делает это. Этим он исполняет заповедь. Я знаю, что Тора была отомна позже, но мы должны понимать, что законы этого они начали действовать в душе от сотворения мира. Мы знаем, что Тора египет вперед, но в право, и в право, пока Тора... И один из них говорит, мы не омстит, и не держи зел зелу, и как Митцве говорит, не омстит, и не омстит, и не омстит. И омстит. И омстит. И мы не омстит, но он не держит зелу. это еще можно с этим как-то справиться допустим допустим я попросил у кого-то что-то и человек не хотел мне помочь хотел бы мне помочь и через несколько дней он опять теперь он просит у меня давид помоги мне пожалуйста и хочется где-то в сердце и хочется тебе скатим оваль помнишь несколько дней назад ты мне не помог а валь допустим допустим что мы не не мстим допустим что вы не мстим но как же не держать слогу это же наши чувства иосиф берет это удаление как он смотрит на вещи он берет это от людей он переносит это на бога он говорит не злитесь не боитесь потому что это не ваша динашка у меня подали это была воля боже он мазь мазь но з з з з з з а это была воля Божья, что он пришел. Он, Господи, надеюсь, совсем по-другому сказать, да, это воля Божья, но вы были этими злыми орудиями, которые продали меня. Что я думаю, что мы можем научиться от этого? Что когда у нас поднимается эта обида, кто-то нас затрудил, кто-то нас обидел. Он не сможет смотреть на людей, а не смотреть на Бога. Часто мы все согрешат перед Творцом, и Он продолжает каждый день наполнять на Свои гильости. И это правильно, что мы никогда не сможем быть таким как Он, пока мы живем в этой тени. Мы должны стараться каждый день, чтобы наша жизнь была более похожа на то, что она писала в его словах. Но мы, конечно, можем работать каждый день, чтобы делать мое удовольствие, чтобы понять что-то хорошо. Я хочу сказать, что вы слышали маленькие миссии. И если вы приходите к Иисусу, я посетил его научиться с Малицем. И если вы посмотрите на прощение с этой точки зрения, мы увидели, что это привилегия, прощать. Потому что человек, который просит у нас сплощение, мы прощаем его. И в конечном итоге, перед Богом мы оба оправдываемся. Мы оба получаем пошире. Я хочу вас ободрить. То, что я говорю себе. Давайте будем более собраны, более терпеливы. Давайте будем учиться каждый день, прощать, 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 прощать. И не так просто не держать в себе и отпустить все боль. Это написано, что весь тот гнев, который мы держим внутри себя, это как князь для самого человека. Это как князь для наших гостей. Это то, что нас рушит изнутри. Это не то, что мешает этому человеку, который нас обидит. Потому что иногда люди могут обидеть нас и даже не знать об этом. Они даже не понимают, что они сделали что-то плохое. Но ты страдаешь. Потому что ты внутри себя держишься в тюрьме. И это рушит тебя изнутри. До тех пор, пока ты не прощаешь. А когда ты прощаешь, то Господь, Он тогда работает и с тобой, и с тем человеком. Тогда даже тот человек, который тебя обидит, не знает обо, он может ему показать и открыть, что он сделал неправильно. Спасибо, Давид.